всем привет с вами робот лев и мы продолжаем проходить секера и давайте пойдем дальше замки айсена иди сюда ты эти еще кину чо нибудь ну ты конечно просился сам на окей сработало а пойдем мы конкретно вниз и чуваки что-то стоят он туда надо у ее так раз два три четыре там еще вергилий стоит вергилий пока вергилий хочет фпс нет а вот он пробивает на хорошо и ты иди сюда не бей дверь она ничего не сделала окей молодец так тут есть во-первых всякая фигня а во-вторых сабимару тот процесс который говорил это такой короткий меч который наносит отравление и который на самом деле не очень не очень эффективный против большинства врагов он работает хорошо только против некоторых типов врагов так пока что я хочу проверить другую сторону есть учета или нет теперь тут можно открыть видимо то бесполезно но можно вообще ребят стоят до меня здесь нет эта дверь так сама открывается ветер сильный можно было бы прийти аппарат на кисину и там собрать лут но я могу сделать это потом так тут можно поплавать но там ничего нет еще стоит не быть замеченным вот этими чуваками например копейщик этот имеет мувсет охотника на шиноби с прошлого так что его блин возможно стоит по стелсу убить говорю я и не убиваю его по стелсу потому что я молодец ауч нет нет но и так тоже можно спасибо и тебя чудесным так собираем и он еще дропать довольно много опыта там ничего не осталось стоит пойти немножечко вот сюда вот Если вы помните, очень давно нам торговец заказал разузнать, что нужно самурая Масина. Угадайте, что им нужно. Пока, ребята. Ты все еще не заметил меня? Бедняга. Так, а может что-то есть? А там есть рыбы. Мне кажется, они неправильные рыбы. Обычные. Так, шар трофеев. И это вот проход в опустившуюся долину. Вроде так называется. И здесь обезьяны. Которые получают железками. Так, собаки. Вообще, замок Асина является таким перекрестком. И вот, например, сюда можно пойти сразу, как вы приходите в замок, даже не убивая геничера. И так же там есть несколько других путей. И можно, по сути, пройти большую часть игры, не убивая геничера. О, привет. Ленин. Да, эти чуваки, которых мы убивали, они все были из министерства. Это такой квест, если вы полностью прокачаете стиль Асина. Да, или только получите финальный скилл, это не точный, либо то, либо другое, то можно прийти сюда и получить один предмет раньше времени. Но мы его и так-так получим, и это не особо полезный предмет на данный момент. Так что я вряд ли буду качать стиль Асина полностью. О, просто Ленин отсюда уходит через какое-то время. Здесь стоит активировать костер, и я пока что не пойду сюда. Я хотел просто здесь костер активировать, чтобы тепаться потом. Так, тут что-нибудь лежит. Возможно, а возможно нет. Ну и так как мы не посидели, то есть не отдохнули у костра, а только посидели, тут никто не зареспался. Что очень хорошо. И можно просто убежать обратно. А убежать можно конкретно вот сюда. Потому что здесь еще один костер. На котором уже, наверное, можно отдохнуть. Потому что возвращаться я не собираюсь. Так. Во-первых, здесь интересное место. Лорное. Это две могилы. Это Токеру и Томоя. И вот это Сакура или нет? Или она вот здесь росла и она умерла? Я точно не помню. Не знаю. Так. И здесь небольшой такой кусок локации. Там дырка, в которую стоит запрыгнуть. Но потом... Леденец сделал свою это очень хорошо. А потом это сейчас. Опа. Здорово. Так. Так. Я похож. Я что ли говорю? У-у-у-у-у. Нет. О. Я, вроде, услышал. Я, вроде... Я, вроде... Я, вроде, не знаю. Я, вроде... Я, вроде... Так, и что ты продаешь? Ты продаешь крутые леденцы, которые понижают хп в два раза, но увеличивают сильный урон. Это штука, которая вас убивает. И протез. Противовоздушный удар. Довольно прикольный, но очень ситуационный. Я не научился его нормально использовать. Вот протез стоит купить. Только у меня денег нет пока что. Но у меня есть эти штуки. Консервы. Хм, кстати, я не проверял. Может, и выдержит. Ладно, ладно, сейчас куплю. Окей, так. Что он там стоил? 1600? 1800? У меня 300. Мне нужно... Хм. Столько? На тебе твои деньги. 1600. Да, слышал что-то такое. А он хотел. Вроде. Так, возможно, у него надо еще купить что-то, чтобы квест продвинуть. Недостаточно? Нет. Не слышал. Забыл. Он уже не там. Ну, это на случай, если вы пропустили. Ну, это на случай, если вы пропустили. Окей, видимо, достаточно. Да. Ну, давай. Окей, увидимся. Так, здесь надо быть осторожным, потому что вон там сидит чел с огромной пушкой. Так. Так, так, так. Вот здесь еще такой же чел. Здесь можно спрыгнуть. Безопасно. Ну, тот... Вон тот челон сорки очень. Окей, хорошо. Полетели. Ага, он меня не заметил. Чудесно. Так, ну, обычно он замечает. Надо бы как-то на сад вернуться. Ну, как? Потому что здесь надо снизу вверх идти. Это не очень удобно, особенно в стелсе. Так, ну, здесь никого нет. Здесь мост сломан. И это, на самом деле, очень знакомое место, потому что вон там костер. И там был огур и этот военачальник с кучей людей. И вон там место, куда никому не надо ходить. А вон там мы были или нет еще? Вроде еще нет. Ладно. Попал лут. Черный порог. Так. Так. Надо идти наверх. Так. Окей. Здесь он меня не увидит. Здесь меня эти увидят. Ну, вот-вот-вот, че ты такой противный-то, парень? Давай. И вон вы уже, слышите, наверное, взрывы. От ядерного оружия. Ээээээ! Ты че творишь? Да блин. Я куда зацепиться что ли? Опа, привет. Ты тут это, в туалет отходил? Тебя не заметил. Нет. Так. О, блин. Наверное, отбежать. Нет. спасите помогите сражаться не остался с этим чуваком на самом деле довольно сложно на удивление может он очень хорошо блокирует и начинает творить всякую дичь ну или по крайней мере я не умею с ним биться так что стоит посидеть и у него в их а пока он желтый но со временем они обо мне забудут молодцы так вот отсюда уже намного легче к нему пройти он через эту крышу мне кажется на то проверить что там есть ребята но и меня не заметят потому что я мега шиноби я умею стоять на большом пальце левой ноги так вам уж нас путать со зверем разве что если они не знают что такие коротышки существуют вообще наркоманы не меня его так намного легче так они все недолучники окей на и тебе еще остался кто-то здесь например нет а это просто его его что-то двигается они он сам так здесь ничего не осталось просто проверяю может на крыше вот с этой стороны например нет ладно давайте сюда пепел чудесно кошелек неплохо хорошо ну такое опа ухватился и леденец так и теперь с этой локацией все давайте установим протезы целых две штуки петрович да ставь мне фигню сабимару и зонтик так чуть улучшить я могу ага так нет не могу силен топор могу что вполне неплохо это неплохо что сюда надо действительно что сюда надо а возможно возможно я понял так ну до этого мы еще не так скоро дойдем зонтик а ну с усиленным топором я возможно подожду хотя он всего же лет затребует это неплохо было бы чтобы до этого дойти еще можно китаться деньгами но это не очень эффективно ладно потом так я думаю стоит немного поиспользовать новые штуки сонт и сабимару хотя сабимару не очень конечно хорошо работает но поиспользовать можно так а по левелам опорный прыжок это относительно прикольная штука она для ниндзюцу основного используется так как в бою довольно сложно со спины врага убить и вот прыжок опорный позволяет запрыгнуть за спину когда он останется но это мне не особо важно удар полуночника довольно прикольная фигня двойной тимонти тоже довольно прикольная фигня я вот думаю я на него немного подкоплю но удар полуночника я тоже хочу когда-нибудь поиздать так когда я говорил что замок асина это такой перекресток на самом деле здесь есть пути в три локации первое это так где мы были это выпустившуюся долину потом есть еще путь вон в колодце в котором мы начинали игру куда я не пошел там путь в одну локацию в ту же локацию можно прийти вот через сюда а там пути соединяются в какой-то момент и отсюда можно прийти в еще одну локацию так на вас я слушал да кстати вот они говорят право броню которую мы сейчас сорвем нафиг а ну-ка это взрывайся и собаку ну да ладно так а броня вот на этом чуваке который меня сразу видит и у него огромный мать его колокол который может быть очень опасен и здесь я все-таки думаю я возьму сюрикены потому что здесь куча собак с ними сражаться с ними сражаться нет да блин работай вместе с этим чуваком я как не очень хочу так копьем возможно он один меня убьет он на нем броня такая ауч его можно парировать это довольно прикольно но блин он сбивает копье водорня скидывается из дополнительного дар нет 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 я почти вышла чувак нет нет-нет-нет-нет-нет-нет на самом деле игра становится намного лучше когда вы понимаете что по сути все атаки кроме не блокируемых можно варьировать тоже существует типа что-то типа такого и вы думаете ну и чё с этим делать так умирай а огнетит чудесно еще тут ропнул железо давно я не радовался таким простым вещам потому что я по сути на нг это у меня чисто второе прохождение потому что все остальные я проходил нанга плюс тогда у меня уже все железо было потрачено и она больше не требовалось идут костер отдыхаем почему нет так сколько у меня 215 крестиков это хорошо и тут еще один начал он вроде продает что-то хорошее еще одну каплю крови шар трофеев если нужен деньги кусок маски который который мы когда-нибудь возможно купим а хотя возможно нет потому что он особо не нужен если я правильно помню что эта маска делать когда ее собрать но вот бусина это прекрасно так у меня купишь деньги то он у меня купит деньги сколько мне там надо было принять уж и не помню черт ну ну вот так 1400 вот так благодарю да обязательно обязательно так 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 здесь обратно поменять на сонтик давайте его и возьмем это заброшенное подземелье и здесь тараканы естественно это вообще не очень приятно честь локации потому что здесь ходят вот такие вот ребята это игра я тетететет стань они не станется во первых и во вторых они не умирают потому что здесь проводятся эксперименты по бессмертию по квасу записка пленника так романтный камень что имеется ввиду подброситься это что-то довольно таки важное и это стоит отнести кура когда-нибудь так дайте мне улететь успокаивающее средство это очень хорошо помогает от механики которая взрывает пуканы в этой игре привет опа привет требуется один крепкий человек предпочтительно опытный самурай или дюжи воин вроде солдат из отряда таро это такие толстые ребята где я теперь его залутаю есть два непися которых можно сюда принести у этих непися есть по своему квесту у одного даже есть два квеста то есть у одного из непися есть три концовки которому и можно получить только одну я думаю я все-таки одного человека ему принесу у которого у которого получается его концовка и концовка с этим чуваком потому что его личная она не такая уж и прикольная у этого чувака мне кажется квест поинтереснее здесь можно спрыгнуть вниз первых собрать тут тараканов масло еще масло здесь есть вот этот проход но сюда я пока что не пойду это проход в этот в колодец туда нужно идти чтобы попасть в одну из локаций а вот сюда нужно идти чтобы попасть в храм сэмпа а конкретно сюда нужно плыть железо отлично и тут какие-то эти караси людоеды походу а еще тут чуваки зачем-то чем тут делаете на по башке и этот нифига не слышит да можно тут остался подбегать идеально еще успокаивающее средство порошки всякие чудесно чем вы тут занимались ребята я не знаю возможно даже я в полицию на вас не напишу заявление до свидания на держи две дырки и вот здесь можно что-то полапать как-то работает что здесь вода здесь нет воды или есть нет не падает ничего что за магия это колесо тоже бессмертно что за магия и если вы думаете что это Да? Ты шо, это ж новая локация. Столько лута. Я всегда бегу. Окей, поговорил со стеной. Все как обычно. И вот оно. Эй, не мешай. Интересно, если пойти назад, то будет диалог или нет? Ну, вот оно. И оно очень графонистое и красивое. Но его мы будем проходить в следующей серии. А пока что на этом все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.